Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Ольга Демичук. Здравствуйте. Юбилейные торжества памяти святого князя Владимира призваны продолжить конструктивный диалог государства, церкви и общества. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Крыму Олег Беловинцев на встрече с первыми лицами полуострова, руководством Севастополя, духовенством и почетными гостями. Круглый стол, на котором обсуждались вопросы религии, прошел в день крещения России в представительстве президента Севастополя. Участники говорили о принятии христианства как одной из главных век в истории российского государства. Помимо этого, собравшиеся обсудили развитие в Севастополе духовного туризма и создание паломнического центра. Все это, по мнению участников круглого стола, в первую очередь повлияет на становление и образование молодого поколения. Сотрудничество государства и церкви в сфере образования, в честь изучения основ православной культуры в школах, действительно очень важно. Ведь воспитание юных россиян должно осуществляться на принципах духовно-нравственных традиций родного Отечества, а не на либеральных прозападном безрелигиозном мировоззрении. Установив такой праздник, государство, президент, власти наши засвидетельствовали, что мы не перекати поле, что мы не Иваны, не помнящие родства, что есть великая история Отечества, нашего возлюбленного, нашей великой Родины. И что те святые основания, которые положил князь Владимир, они живут и действуют. Это основания православной веры, верности служения Отечеству, любви к своей родной земле. Это все неприходящее и вечное, и нужное, и для нас, и для наших детей несокрушимое понятие. В Севастополе планируют создать приборостроительный кластер. Платформу разработают для решения сложных высокотехнологичных задач. Воплощать идеи в жизнь будут инновационные предприятия совместно с Севастопольским государственным университетом. Такая кооперация позволит объединить интеллектуальные, технические и материальные ресурсы небольших компаний в единое целое для получения конкурентноспособных разработок в области микроэлектроники, робототехники, энергосбережения и других направлений. По предварительным прогнозам, примерно через два года воловой доход от инновационной деятельности составит от 500 до 700 миллионов рублей. А число рабочих мест для профессионалов от 200 до 300. Как отметили руководители производственных предприятий, в ближайшее время для севастопольской молодежи создадут приемлемые условия для работы в этих направлениях не только в нашем городе, но и в целом по стране. Задача сегодняшнего кластера это первое, ну как бы мотивировать всех участников конкурировать на глобальном рынке. Второе, помочь им соединить все свои базовые компетенции и автоматизировать все простые бизнес-процессы. Вот вы берете сегодня, опять же, гаджет, там есть компания Siri, вы ей в голос говорите, там, Siri, пожалуйста, найди мне то-то. Вот через пять лет вы таким же голосом будете говорить, пожалуйста, систематизируй мою электронную почту, отошли письма Петрова Сидорову, Сидорова, соответственно, заблокируй, и эта программа выполнит все эти функции. С 12 по 19 сентября на Федюхиных высотах пройдет второй Крымский военно-исторический фестиваль. Вопросы подготовки к событию обсудили в Доме правительства. Как и в прошлом году, организаторами выступят Министерство культуры и Российское военно-историческое общество. Около 800 униформистов со всей страны и за рубежа в течение восьми дней будут презентовать зрителям шоу-программы, театрализованные представления, тематические мастер-классы и реконструкции исторических сражений различных эпох. Античное время, Древняя Русь, Средневековье, Крымская война, Первая и Великой Отечественной войны. Планируют организаторы устроить и выездные мероприятия за пределами Федюхиных высот. Театрализованные представления пройдут на летней эстраде Приморского бульвара и в Балаклаве. Завершится второй Крымский военно-исторический фестиваль в субботу, 19 сентября. Как и в прошлом году, кульминацией должна стать реконструкция освобождения Севастополя. Фестиваль уже точно вышел за границей только одной площадки, только Федюхиных высот. Мы как раз сейчас обсуждали совместно с правительством Севастополя целый ряд мероприятий, которые так или иначе будут связаны с этим фестивалем. Причем мероприятия не только в самом Севастополе. Это и Дни Севастополя в Москве, в рамках которых будет презентовано концептуальное развитие площадки Федюхиных высот. Характерными чертами этих площадок Великой Отечественной войны, Античности и Крымской войны станет то, что зрители, гости смогут ощутить на себе эффект так называемого глубокого погружения в историю. То есть фактически оказаться, например, в траншеях Великой Отечественной войны и пройтись по ним с испытанием на себе всех тягот, которые испытывали солдаты Великой Отечественной войны. И на этом пока все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин